Всё для фронта, всё для победы. Значение этих слов дружник тыла Григорий Гренблат прочувствовал на себе. В годы Великой Отечественной войны на авиационном заводе в Куйбышеве он собирал легендарные штурмовики Ил-2. Без сна, без отдыха. В военное время оборудование для самолёта, которое изготавливали другие заводы, достать было невозможно. На аэродроме уже стояло несколько Ил-2, а отправлять их нельзя было из-за того, что не было прибора. В данном случае назывался прибор-бензиномер. Мы две недели не выходили из завода. И два прибора сделали, и самолёты полетели. После войны Григорий Лейбович уже на прогрессе участвовал в освоении космоса, строил ракеты. Ветеранам Великой Отечественной войны, которые всю жизнь трудились во славу Родины и уже в мирное время стали и ветеранами завода «Прогресс», губернатор Самарской области Николай Меркушкин вручил юбилейные президентские медали в честь 70-летия Победы. Глава региона подчеркнул, эта медаль ещё и напоминание молодому поколению о том, какие жертвы нёс народ, чтобы сохранить независимость страны. Сейчас особенно дорого каждому российскому человеку ещё и ещё раз вернуться к этим истокам, показать этих людей, отметить этих людей и ориентировать на этих людей, как пройти свою жизнь. Поэтому я хочу выразить свою благодарность вам за всё. Для ветеранов юбилейная медаль и то, как масштабно готовится в стране и регионе к празднованию Великого Юбилея, имеет особое значение. Конечно, приятно, что это дань уважения не только к нам, но и тем ветеранам, которые не зажили в наших жизни. Только в Самаре юбилейные президентские медали получат более 18 тысяч ветеранов. В России таких медалей выпущено порядка трёх миллионов. Причём вручать медали в честь 70-летия Победы будут и в странах СНГ. Марина Кравцова, Станислав Левин. События.